Автострахование становится на новые рельсы. Происходит это постепенно, но вместе с тем кардинально. Первая волна реформы автогражданки стартовала в январе 2019. Сама базовая ставка, да, то есть она увеличена на 20% как в плюс, так и в минус. Значит, ну, опять же, то есть этот так называемый коридор, как он будет складываться и какой будет коэффициент, мы пока точно не знаем, но он уже есть. То есть мы если берем, то где-то для обычных автомобилистов он будет увеличен где-то порядка на 800 рублей. Введена система коэффициентов по возрасту и стажу водителя, которая предусматривает 58 ступеней градации вместо прежних четырех. При этом для опытных водителей старшего возраста коэффициент будет снижен, а для молодых начинающих повышен. Все эти поправки уже вступили в силу, но не за горами еще одна волна изменений. Они коснутся коэффициента безаварийного вождения. Автомобилист может быть несколько автомобилей, может быть, его друг куда-то вписал в свой автомобиль. И теряется вот этот коэффициент безаварийной езды. И у многих он просто пропадает и становится единичкой, то есть как будто ты первый раз только страхуешься. Вот теперь регулятор подошел к этому вопросу, что необходимо привязать к каждому автомобилисту отдельно. То есть если я передвигаюсь, у меня есть хорошая скидка, и я, скажем так, безаварийно езжу на дорогах, то есть мне применяется мой коэффициент, и он за мной закреплен. По базе данных будут отслеживать водителей, которые часто попадают в ДТП. Для них страховка будет стоить дороже в разы. Плюс это должно отсеять недобросовестных автомобилистов и исключить так называемые автоподставы ради получения выплат. А в дальнейшем, как считают многие эксперты, коэффициент бонус-малус вообще перестанет существовать. Не будет и территориальных коэффициентов, просто несколько пакетов страхования с различной стоимостью. Каждый автолюбитель сможет сам оценить свои водительские качества и выбрать тариф под себя. Но от этого светлого будущего нас отделяет еще не одна волна реформ. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.